МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 27 апреля, суббота. Смотрите выпуски новостей телеканала ОСА. В Ачинске прошел общегородской субботник. Пока не будет каждый соблюдать чистоту, никакого порядка в городе нет. Расскажем, кто вышел на большую уборку и как наводили порядок. ГИБДД Края объявила охоту на нетрезвых водителей. Узнаете, когда начнутся массовые проверки на трезвость. А еще расскажем, какие изменения в жизни Ачинцев случатся с 1 мая и когда заработают дачные маршруты. Долг и доль. Каждый должен отдать и соблюдать чистоту. Каждый. Пока не будет каждый соблюдать чистоту, никакого порядка в городе не будет. С такими убеждениями жительница 9-го микрорайона, несмотря на здоровье, вышла на общегородской субботник. Порядок женщина вместе со всеми наводит вдоль улицы Куйбышева. Пенсионерка уверена, даже ее небольшой вклад поможет навести порядок. А вот дворник Виктор Васильевич считает, что субботник – это полезная привычка. Почему важно на субботники выходить? Ну как надо. Чтобы порядок был. А вы всегда принимаете участие субботников? Да. Каждый год, да. Большая уборка сегодня проходит в разных районах города. На улице Декабриста в порядок наводит трамп-парк. Кипит работа и на улице Мира. К уборке подключились предприятия и предприниматели. Субботник – хорошая традиция, уверен мэр Игорь Тетенков. Наконец-то погода установилась весеннее и долгожданный субботник все-таки у нас состоится. Субботник – традиционное мероприятие, которое позволяет в целом город привести в порядок накануне первомайских праздников, накануне Великого Дня Победы. Хорошие вещи нужно всегда оставлять и поддерживать. Я думаю, что это позволит нам в городе сделать такой большой-большой субботник, навести порядок и чтобы, значит, радовался глаз. Отметим, кроме субботника в Ачинске пройдет двухмесячник чистоты. В эти дни предприятия, предприниматели, горожане и власти продолжат наводить порядок в городе, чтобы общими усилиями сделать Ачинск чище и комфортнее. Зеленая весна накрыла привокзальный, так нефтепереработчики внесли свой вклад в наведение порядка в нашем городе. О том, как проходила эта уборка, смотрите в сюжете. Масштаб уборки виден сразу. Площадь нефтяников, улица Парковая, Дружбы народов, шоссе нефтяников к прилегающим паркам, территория у больницы и конечного городского транспорта всего больше трех гектаров. На большую экологическую уборку в рамках акции «Зеленая весна» вышла большая и слаженная команда Ачинского НПЗ. Порядка 500 человек единовременно взялись за метла и грабли. Ну а чтобы работа спорилась, правком Ачинского НПЗ организовал фудкорт с пышной выпечкой и вкусным ароматным и горячим чаем. Как и всегда, к субботнику присоединились и дочерние предприятия Роснефти, подрядчики, а также учащиеся лицея номер один, ребята из Роснефть-класса. Мое мнение, это для того, чтобы показывать пример будущему поколению и помогать людям, которые выполняют данную работу. Мы помогаем со временем экологии. В твоей жизни сколько субботников случилось? В моей жизни, ну, скорее всего, 10. Сильный характер работников Роснефти виден и в работе, и в уборке. В деле и опытные нефтепереработчики, и молодые специалисты. Для каждого субботник – возможность сделать родной город чище и уютней. На самом деле это очень важное мероприятие, потому что, во-первых, это наш город, это наша среда, где мы находимся, где хочется отдохнуть после тяжелого рабочего дня. Поэтому я считаю, что очень важно такие места массового скопления людей поддерживать в чистоте и порядке. И, собственно, все, что в наших силах, мы, собственно, и делаем. Субботник проходит в рамках общегородской уборки и приурочен ко всероссийской акции «Зеленая весна». Всего же нефтепереработчики общими усилиями убрали территорию периметром около 3,5 километров. Чтобы все это прибрать, привлечена техника, погрузчики и самосвалы. За сегодня было собрано и вывезено на полигон более 10 самосвалов, доверху набитых мусором. Николай Черемных, Алексей Любезнов, Телеканал ОСА. Охоту на пьяниц за рулем объявила госавтоинспекция Красноярского края. Как рассказали дорожные полицейские, по всему краю пройдут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Причем экипажи начнут проверки на трезвость уже этим вечером. Автоинспекторы будут перекрывать участки проезжей части и проверять состояние каждого проезжающего водителя. Проверки будут осуществляться не только в ночные часы, но и в дневное время. По информации ГИБДД края, статистика показывает, что в период затяжных нерабочих дней увеличивается количество нетрезвых водителей на дороге. Так, например, в прошлом году с 29 апреля по 10 мая с участием нетрезвых водителей произошло 58 ДТП. 61 человек получил травмы, 3 погибли. К ответственности за нетрезвую езду было привлечено более 500 водителей. Также дорожные полицейские отмечают, что о нетрезвых водителях жители региона могут круглосуточно сообщать сами на синюю линию по телефону на экране. С наступлением нового месяца меняется и жизнь россиян. Нас ждут ряд важных нововведений, которые затронут сразу несколько сфер. Рассказываем, какие законы вступают в силу с 1 мая. С 1 мая этого года банки снимают комиссию за переводы самому себе между разными приложениями. Лимит суммы, с которой будут брать комиссию, увеличили до 30 миллионов рублей в месяц. Важный момент. Комиссию не будут снимать только за переводы по СБП по номеру телефона или по номеру счета. В случае, если вы делаете перевод по номеру карты или в кассе банка, будут действовать стандартные внутрибанковские тарифы. И комиссию заплатить все же придется. Размер переводов другим людям по СБП остается неизменным – 100 тысяч рублей в месяц. Сверх этой суммы придется платить комиссию полпроцента от суммы перевода, но не более полутора тысяч рублей. С 1 мая молочная продукция будет маркироваться системой «Честный знак». Это значит, что продавцы на кассах будут сканировать специальную наклейку. И если товар окажется просрочен, его физически невозможно будет пробить и продать. Для этого ритейлеры должны обновить свое программное обеспечение, иначе они лишатся возможности продавать молочную продукцию. Это же касается продажи и биологически активных добавок. В случае нарушения компанию могут оштрафовать до 100 тысяч рублей, изъять всю партию товара, а руководству грозит ответственность вплоть до уголовной. С мая все негосударственные пенсионные фонды будут обязаны включать в договоры, которые они заключают с клиентами, так называемый период охлаждения. Он будет длиться 14 дней, и за этот срок клиент имеет право передумать и расторгнуть договор без каких-либо потерь. Раньше каждый НПФ самостоятельно решил, стоит ли давать клиенту возможность дополнительно обдумать заключение договора. Теперь же эта практика станет обязательной абсолютно для всех фондов. Кроме того, с мая все НПФ будут обязаны предоставлять клиенту полную информацию о том, какие гарантии фонд может ему дать на случай, если он объявит о банкротстве или его лицензию аннулируют. С 1 мая ожидается ощутимый рост акцизов на тихие и игристые вина, причем коснется он как импортных, так и российских напитков. При этом в Минпромторге заявили, что отечественное вино по-прежнему остается дешевле импортного, так как отечественный производитель не платит ввозную пошлину. Несмотря на это, многие отечественные виноделы все равно предупреждают покупателей о грядущем росте цен в среднем от 7 до 35%. Садовый центр Фазенда приглашает горожан за покупками. Все для подготовки к сезону посадок. Семена, удобрения, грунты, многолетние растения, укрывной материал. Действует система бонусов, подарочные сертификаты. Создайте свой сад мечты вместе с садовым центром Фазенда. Запоминайте адрес переулок Пионерский 10 ежедневно с 9 до 19.00. У нас в медельных салонах КМК все просто. Пришел, увидел и купил. А еще получить скидку 20% проще простого. КМК. Всегда удобно. Аренда объектов недвижимости ОАО РЖД. Площади в административном здании для размещения офисов. Город Ачинск, улица Привокзальная, дом 11А. Телефон 8 913 518 65 88. Интернет и телевидение от компании СИНТ в Ачинском районе. Скорость доступа в интернет от 50 мегабит в секунду. Более 100 ТВ каналов. Город Ачинск. Микрорайон 1 строение 55А. Дройп 2. Телефон 56 300. В крупную стабильную компанию ООО «Экотранспорт» требуется Автослесарь по ремонту грузовых автомобилей. Обязанности плановой и внеплановой ремонтной работы. Заработная плата по результатам собеседования. Водитель автомобиля категории С. Заработная плата от 45 тысяч рублей. Официальное трудоустройство. Полный соцпакет. Опыт работы обязателен. Обращаться по телефону 8 965 956 73. 1 мая в рейс выйдут дачные маршруты. Об этом сообщили в администрации Ачинского района. Будут курсировать 3 маршрута. Номер 216 до Садового общества Каменный ручей. 217 до Коммунальника. И 218 маршрут до Общества Чистый ручей. Ходить автобусы будут ежедневно от остановки на улице Кравченко 42А в районе дома 10 третьего микрорайона. Расписание вы видите на экране. Садовые маршруты будут курсировать до 10 октября. Наш Ачинский район встречает дату. По документам уже целый век. Пережитое ценностью в каратах. Но главное богатство – человек. С апрельских дней 1924-го начинается путь Ачинского района. Рожденный в послереволюционной России, он живет и развивается в 21-м столетии. Официальными символами Ачинского района являются герб и флаг. Они были утверждены в 2011-м. Золотой бык символизирует рост и развитие района как сельскохозяйственной территории. Зеленое поле означает достаток и процветание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История и современность Ачинского района пручно связаны. Разные судьбы его жителей сплетаются в длинную биографию малой родины. Ачинцы всегда были частью своей страны. В годы Великой Отечественной на фронт ушли 23 500 жителей Ачинского района. Сегодня наши земляки участвуют в специальной военной операции. Призванные по мобилизации и добровольцами, Ачинские бойцы героически участвуют в битве за воссоединение русских земель. Надежную поддержку им обеспечивают в тылу. Семьям солдаты СВО оказывают помощь по разным вопросам. Волонтеры Победы пишут письма, плетут маскировочные сети, собирают посылки на фронт. Ачинский район всегда был многонациональным. Целые деревни были основаны переселенцами из разных губерний. Лапшиха, Тимонина, Ладановка еще до образования района были заселены украинскими ходоками. Основателями заборок с Лапцовки считаются белорусы. Казачьей станицей в историю войдет Преображенка. В Великую Отечественную в Ачинский район депортировали поволжских немцев. Особенно много их переселилось в Горный и Березовку. Со дня своего образования Ачинский район был определен как земледельческий. Большая часть его территории признана годной для ведения сельского хозяйства. Первые колхозы здесь появились в 1928-м. Землероб, Новая жизнь, Красный пахарь, Гасмайстарс, Смерть кулаку, Карловский, Большевик, Память Ленина. К началу 30-х в районе работает 130 колхозов. С 60-х их преобразовали в совхозы. В 1932-м в новом поселке Ключи начинается разведение племенного молодняка, свиней, породы крупное белое. Вместе со страной племзавод Ачинский переживал разные времена. Гордился высокими показателями. В конце 50-х в 90-е стал кооперативом, в 2011-м обанкротился. В 1972-м началось строительство животноводческого комплекса вблизи Малиновки. Он войдет в тройку крупнейших в России. В 1975-м году Малиновский свинокомплекс получит 23 500 поросят. В 2009-м войдет в состав предприятия Тренекс, которое и сейчас работает на территории двух районов края. Сегодня на земле работают фермеры. Есть семейные династии Ушаковых. Валентина Ивановна работала телятницей на Барабановской ферме, а сегодня Александр Ушаков возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство. Геннадий Стась награжден медалью «Заслуженный фермер». Самое многочисленное поголовье крупного рогатого скота в Ачинском районе держит корюн Арутюнян. Крупнейшее предприятие по выращиванию зерновых, кормовых, переработке зерна и производству муки компания «Агросфера» в 2018-м первой в край запустила зерносушильный комплекс. Прирастает экономика района и начинающими фермерами. Краевые гранты «Агростартап» получили Наталья Щербакова и Эмиль Ильхам Аглы Мамедов, Алексей Колпаков и Дарья Жиляева. Предприниматель из покровки Ильхам Мамедов, занимающийся молочным животноводством, получил грант «Региональный продукт» на покупку оборудования. Каждый из девяти сельсоветов словно мозаикой составляет историю Ачинского района. У всех территорий свои знаменательные страницы. Поселок Горный образовался в 1939-м на базе подсобного хозяйства Ачинской тюрьмы. Овощи мол-совхоз в начале 60-х берет под крыло строящийся АГК. Начинается глобальная перестройка. Горный превращается в поселок городского типа, а птица-совхоз становится одним из лидеров по производству мяса и яиц в крае. В первом Ивачинском районе садоводство организовали трудящиеся колхоза имени Сталина в 30-х годах прошлого столетия. На 10 гектарах в Большой Солыре разбили сад. Здесь культивировали и Золотой налив, и Антоновку, всего 10 сортов яблок. А еще собирали сливы, малину, вишню, черную смородину, крыжовник и клубнику. В 1985-м в поселок Игинка Преображенского сельсовета перевели плодопитомник Ачинский. С 1988-го он назывался совхозом Игинским. А в 2022-м в Игинке открылся первый в крае заготовительный пункт по сбору дикоросов. В Ачинском районе на территории Тарутинского сельсовета в 1930-м обнаружены запасы бурого угля, добыча которого ведется до сих пор. В поселке, одном из первых, была открыта начальная железнодорожная школа, а затем построено новое здание. В 2013-м году тарутинцы первыми в районе получили модульную сельскую библиотеку. Лучший гармонист России 2021 работает в Тарутинском доме культуры. Руслан Карташов с тремя дочерями выступают с песнями в народном стиле. Старейшая деревня в Ачинском районе Зерцалы была образована в 1676 году. В деревне Зерцалы часть своей жизни провел святой старец Даниил Ачинский. Рядом с его кельей местный купец выстроил каменную церковь в 1887 году. При советской власти она была разрушена. В 2008-м в селе Белый Яр был освящен домовой храм святого праведного Даниила Ачинского. В память о другом, таинственном отшельнике Федоре Кузьмиче, под именем которого по легенде скрывался император Александр I, здесь установлен поклонный крест. Тимонина Лапшихинского сельсовета гордится земляком-героем. Здесь родился Михаил Лаврентьевич Ивченко, повторивший в 1944 году подвиг Александра Матросова. Памятник герою Советского Союза, единственный в районе, взят под государственную охрану. Не забывать своих корней, учит народный праздник в Лапшихе. С 2012-го здесь возродили традицию отмечать сбор урожая. День печеной картошки проходит теперь ежегодно в сентябре. Поселок Причулымский, один из самых молодых в Ачинском районе. Своё название он получил в 1960-м, как центральная усадьба Нагорновского совхоза. Два десятилетия с 1976-го по 1996-й посёлок Причулымский был лидером в районе по благоустройству и озеленению. В передовики его выводили и сельскохозяйственные рекорды. В 2005-м СХПК Причулымский прославляет лучший комбайнёр жатвы. А в 2014-м предприятие становится абсолютным чемпионом по надоям. Больше 10-ти лет в Ачинском районе проходили соревнования операторов машинного доения. В 1981 году на судоверфи ГДР для Калининградской базы Тралового флота был построен супертраулер Ястребова, названный в честь рабочего посёлка в Ачинском районе. Это было данью признательности сибирякам, ковавшим в тылу победу в Великой Отечественной войне. Супертраулер Ястребова побывал в Атлантическом океане у берегов Норвегии, Кубы и Бельгии. С 2012-го и ежегодно в Ястребово из разных районов края съезжаются посмотреть на конно-спортивные соревнования «Серебряная подкова». Свадебной столицей для западных территорий Красноярского края стала Малиновка. С 2009-го здесь проходят регистрации брака в русских традициях. Визитной карточкой Ачинского района по праву считается танцевальный ансамбль «Арабеск» под руководством Светланы Хасановой. В 2004-м коллективу присвоено звание «Образцовый». А в 1981-м улочки Малиновки и местный дом культуры стали съёмочной площадкой для советской драмы «Трижды о любви». Культурным брендом Ачинского района стал фестиваль народного творчества «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России Сергея Квакухина. В 1974-м в посёлке Ключи был создан хор и первым его руководителем стал Сергей Григорьевич Квакухин. С 2015-го года, по традиции, в октябре сюда съезжаются певческие коллективы из разных районов края. За свой век территория Ачинского района менялась. Было время, когда Большоулуйский и Козульский сельсоветы входили в его состав. На карте района появлялись и исчезали населённые пункты. В России в разные годы опустили более 40 деревень. Кирюшкина и Гасмайстарс, Арга и Усть-Ольховка, Айдашки и Толовка, Клубничная и Журавлёвка. Раньше сельчане уезжали в города. Теперь горожане возвращаются на землю. С 2021-го Ачинский район и компания «Русал» подписывают соглашение о социальном партнёрстве, ежегодно увеличивая сумму поддержки. Десятки миллионов социальных инвестиций, направленных на благоустройство и ремонт школ, клубов, библиотек, фапов и скверов, улучшают комфорт и делают привлекательнее жизнь на селе. В конце 2023-го АГК и Ачинский район закрепили отношения, заключив соглашение с перспективой на три года. За три последних года в ЖКХ Ачинского района вложены рекордные суммы. Больше 200 миллионов рублей из районного и краевого бюджетов, а также резервного фонда правительства региона. Построена новая модульная котельная, обновлены теплосети, установлена современная станция водоочистки. Отремонтированы здания котельных, проведены серьёзные работы на сетях тепло- и водоснабжения, заменены котлы и водонапорные башни, технологическое оборудование. Точками роста прирастают сельские территории. Образовательные центры для детей открываются в Ачинском районе с 2020-го. Специальные классы оснащены современным оборудованием для углублённого изучения предметов и развития личности. Для занятия спортом в сельсоветах обустраиваются комплексные площадки для подвижных и командных игр. В Ачинском районе впервые за многие годы в 2024-м начинается строительство досугового центра в Преображенке. За целый век доска почёта в Ачинском районе заполнилась многими именами. Первые председатели колхозов и передовики. Солдаты Великой Отечественной и труженики тыла. Руководители предприятий и рабочие, кто поднимал хозяйство, а затем снова спасал его от разрухи. Сельчане, которые начинают новое дело и не забывают старых традиций. Семьи, воспитавшие не только своих, но и приёмных детей. Бег времени не остановить. Ачинский район вступает в своё второе столетие. Но для каждого его жителя он останется детским воспоминанием. Первой любовью, местом, где родились его дети. Уголком России, куда тянет возвращаться и откуда не хочется уезжать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова